Дорогие товарищи, сегодня будет тот же день, что был вчера. Точнее вечер тоже. Чего это я вдруг начал? Ну ладно, читаю комментарии, вижу просьбы поговорить о группе Kings. Точнее, что значит поговорить. Эти ролики, они задают направление для комментариев. И самое главное происходит в комментариях. Так что я задам направление на обсуждение музыки группы Kings. Сразу скажу, что все знают, что у группы Kings было несколько периодов творчества. Если кто-то не знает, я напомню. Вот первый период рок-н-ролльный, такой ритм-н-блюзовый, когда они написали свои главные такие хиты всем известные. Вот он мне не очень нравится, потому что как-то принято сравнивать Kings с группой Beatles. Я не нахожу там вообще параллелей. То есть параллели есть, но они параллели, они не пересекаются. До группы Beatles мелодически, конечно, и в плане музыкальной фантазии немножко не дотягивают творчества братьев Дэвисов. А для группы Rolling Stones у них слишком мало агрессии. Хотя в первых альбомах там как интроверсии, там вот эти вот пластинки, там вполне, в общем, злобненько играют, агрессивно, напористо. Но все равно немножко... Ну, у меня же есть Rolling Stones, чтобы мне так сказать... Не, ну там хорошо. Я не ругаю ни в коем случае, не говорю, что это плохая группа, там плохой период творчества. Просто мне не очень не нравится. Второй период грандиозный, это когда Дэвис погрузился в создание рок-опер и навоял их штук пять, по-моему, если я не ошибаюсь. И, в общем, они мне совсем тоже не по душе, потому что там много разговоров, много каких-то необязательных музыкальных вставок. Там Preservation Act I и Act II, Act I еще как бы ничего, а Act II, который у меня есть, кстати говоря, эта пластинка, там отдельные музыкальные истории хорошие, но в целом двойной альбом такой грандиозный, он кажется каким-то слишком уж надуманным. Хотя говорят, что он создавался в период нервного срыва у господина Дэвиса. Ну что ж, ну бывает. И третий период, это возрождение, это мой любимый, кстати говоря, период. Это 80-е годы, когда Kings снова заиграли нормальный рок-н-ролл. Вот моя любимая пластинка, одна из моих любимых пластинок, Kings State of Confusion 83-го года. Прекрасная совершенно. Ну и дальше там тоже все хорошо у них, что касается 80-х. Но между первым и вторым, между первым и второй перерывчик небольшой, да, и между первым и вторым периодом творчества вышли две изумительных пластинки. Одной из них у меня нет, это Village Green Preservation Society, а вторая Артур. Артур и упадок и крах Британской империи. 69-й год. Вот она мне очень нравится. И вот эти две пластинки в межсезонье такие появившиеся, когда закончился адский рок 60-х годов, который играла группа Kings. А рок-оперы грандиозные еще не начались. Хотя Артур это... Ну, пластинку тоже некоторые называют рок-оперой, хотя это никакая не рок-опера. Когда песни писались для телевизионного фильма с таким же названием, фильм этот не состоялся, не сложилось там, продюсер не разобрался с бюджетом, что-то там не получилось. В общем, картину закрыли, не начав ее снимать даже. Ну а песни остались, и они вышли на альбоме в виде полноценной пластинки. Вот этот Артур и упадок и крах Британской империи. Вот кто бы сочинил, интересно. Интересно, возможно ли в наше время выпустить альбом под названием, скажем, там, Иван и упадок и крах Советского Союза? И выпустить ее большим тиражом? Не знаю. Думаю, что невозможно. Вот, короче говоря, думаю, что невозможно. Думал, что записать-то можно, но дальше, чем ты ее запишешь, она никуда уже не пойдет. Консервативная мы нация. Тут ничего не поделаешь. Консервативная. Да, но такие зверствования. Ну, я вспоминаю группу Genesis, да, там, Селин Игланд Байдапаунд. Тоже ведь продажа России за рубль не проканает, наверное, название такое. Ну да бог с ним. В общем, пластинка очень хорошая, очень радикальная, опять-таки. Прочитал я тут одну рецензию на этот альбом. Я иногда валяю дурака и готовлюсь немножко к записи роликов, хотя это ненужное занятие абсолютно. Ну, просто наткнулся случайно на такую рецензию. Она меня и сподвигла, между прочим, поговорить об этом альбоме. Человек пишет, что невероятно глупо, невероятно пошло, в текстах все затаскано и бессмысленно глупо и по-детски. Ну, имеется в виду критика западного общества, да. Можно с этим согласиться, можно с этим согласиться, но если критика этого общества сделана талантливо, то почему бы и нет. Очень даже хорошо и слушается все это естественно, органично, интересно. И начинаешь сопереживать даже к лирическому герою этих полотен. Ну, тем более, что все потрясены откровениями дискосадовскими Роджера Уотерса, который несет свою пургу про критику и западное общество, которое дало ему миллионы фунтов, стерлингов и долларов, и роскошные замки, и все остальные его пластинки, которые он бесконечно выпускает. Но я тоже готов покритиковать западное общество, но, господа мои, это же надо быть полным идиотом, чтобы всерьез вот так вот начинать делать открытие. Ах ты, ё-моё, оказывается западное общество такое плохое. А то мы не знали про это, а то мы не знали, не читали книг, не знали истории, ничего, ни крестовых походов, ни инквизиции, ничего, до Столетняя война, ничего. Все это, как бы, такое откровение. О, ё-моё, жили-жили, не тужили, а оказывается западное общество плохое. Фу-ху-ху, надо же как, да. Про восточное общество я вообще молчу. Я вообще молчу про восточное общество, хорошие, плохие. Там своих прелестей и у нас, и ещё восточнее, там будь здоров сколько. Так что общество все хороши, все хороши общество, все. Государство – это такая штука, которая не даст себя в обиду никогда, на протяжении веков. Так что вот эти все откровения дурацкие, они, конечно, такой детский сад. Но здесь талантливо и здорово, и очень музыкально, и отличные аранжировки, и песни одна другой лучше, чтобы не горел там критик, который считает всё это детским садом. Виктория – мощнейший хит. Фу, какое противное слово. Мощнейшая песня, запоминающаяся сразу, хорошо сыгранная, спета от души. Но это только начало, потому что дальше идёт «Yes, sir, no, sir». «Yes, sir, no, sir». «Можно ли мне дышать? Можно ли мне встать, сесть, сходить в туалет?» Да, как? Потому что там есть сэр, который наблюдает за тобой и говорит «Тебе можно дышать, тебе нет». Да, такая остро-социальная песня. Но очень музыкальная, очень красиво спета, здесь духовые присутствуют, струнные немножко, разные экзотические инструменты. И такое полотно музыкальное очень широкое. Принято сравнивать даже немножко где-то кто-то с «Сержантом Пеппером» группы «The Beatles». Ну, я бы тоже не сравнивал, потому что «Сержант Пеппер» – это такое оркестровое, мощнейшее музыкальное полотно. А это рок-песни просто, просто с большим количеством инструментов. Это просто рок-песни, это не то, что вот такое полотно, замок музыкальный, ничего подобного. Очень красивая песня «San Mada San», песня о том, что мама ждет сына из школы, потом с фабрики, потом с войны. И другая мама тоже ждет сына с войны, и этого сына убил парень, которого тоже ждет мама. В общем, антивоенная песня, очень трогательная, тоже обруганная вот этим критиком за «Мол, это тоже как-то все». Но мне очень нравится она. Текст я не перевел со слуха, я его перевел в словаре. Ну, очень хороший текст, очень хорошая музыка, очень хорошая музыка, мелодия, гармония, все очень хорошо. «Driven» – веселая песня о том, что мы едем с моей девчонкой на машине веселиться, пить вино, а где-то там идет война, а нам по барабану, потому что нам хорошо «Driven». Ну, такая едкая сатира, да? Но музыка очень хорошая. «Brainwashed» намного лет раньше, чем Харрисон написал про «Brainwashed», про промывку мозгов. Просто хард-рок, гитарный хард-рок, кингсовский. Ну, конечно, не такой хард-хард, но тяжелая гитарная вещь, как любит, как любили в ту пору группа «Кингс», только тяжелее, чем все, что они написали раньше. Очень хорошая, мощная песня и красивейший номер «Австралия». Длинный, с джемом в конце, который этот самый критик называет дурацким и неумелым, а мне он нравится, потому что такой пространный, солнечный, гитарно-клавишно-барабанно-басовый джем, очень симпатичный, и песня красивая, солнечная, с отличной мелодией, здорово спетая. Я не знаю, мне критиковать здесь нечего, я не могу здесь ничего критиковать, потому что тут все хорошо. «Шангрила» – еще одно большое полотно, длинное, я не помню, сколько минут оно идет, минут шесть, наверное, такое, с отличной оркестровкой в финале. Ну, там не огромный оркестр играет, но все-таки добавляются духовые, и так все здорово. «Шангрила» о том, да, что… Ну, вот как я сижу в своей «Шангрила» сейчас в уютном кабинете, где моя музыка, где мой компьютер, где чай пью, и все мне хорошо, а вокруг бури бурные происходят, и несутся и ревут вокруг моего дома, и вашего, и нашего, и везде. А я в свои «Шангрила» сижу и кайфую. Это в смысле сатира, это не в смысле, что это хорошо, это в смысле том, что вот так вот мещане по своим норам забились, и сидят, и кайфуют себе, а там хоть трава не расти за окном. Но песня безумной красоты, она очень хорошая, на мой взгляд. На ваш, не знаю, посмотрю. «Мистер Черчилль Сэйс». Цитаты из речей Черчилля, опять-таки, намеки на то, что в Англии не все в порядке. Ну, с точки зрения Дэвиса, цитирующего Черчилля. По музыке жестковатая песня, драйвовая. Говорят, что там много пустот музыкальных. Я там не нахожу музыкальных пустот. Она достаточно, на мой взгляд, плотная. Мне иногда делается завидно, что не я сочинил эти песни. Настолько они меня как-то пробирают. «She's got a head like Princess Marina». Это про наших... Веселая, веселая такая кабарешная немножко такая штука. Но очень приятно ее слушать, мелодически такая запоминающаяся, хорошая. Но вот она купила шляпу, как у принцессы Марины. Напоминает разных наших с вами наверняка знакомых, бедных людей, которые покупают последние айфоны в кредит, которые покупают поддельные сумки девушки, всякие разные, там, Гомер и всякие прочие, чтобы выглядеть как настоящие леди. Ну, у нас есть такой литературный персонаж, Илочка-людоедка, если кто-то помнит, Ильфа и Петрова. Это вот про Илочек-людоедок, собственно говоря. «Young and Innocent Days», «Молодые невинные дни». Самая красивая гитарная акустическая песня, очень красивая гитарная игра, вязь двух гитар акустических, прямо какая-то немножко чуть-чуть староанглийские какие-то мелодии. Очень... Прямо вот неожиданно от Kings такие вещи слышать, прямо какой-то... Чуть не сказал про агрессив рок, хотя сказал уже. Ну, так... Очень красивая штука. И «Nothing to say» и «Артур». Вот две последних песни мне не нравятся совсем. Какие-то они бессмысленные. Хотя «Nothing to say» еще, в общем, ничего за счет рифов. А «Артур» просто... Ну, какой-то такой финал. Это все-таки писалось для телевизионного фильма. И, видимо, финал фильма. Что-то там должно на экране происходить в это время. Но мы этого ничего не видим и никогда не увидим. Ну, песня вошла в альбом как заключительный номер вот этого грандиозного... Грандиозной истории. Ну, вошла и вошла. И хорошо. Зато все остальное просто прекрасно. Вот за это я пошел пить. И пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok